Здравствуйте, в эфире современный разговор с известным армянским блогером и активистом Ишханом Вердяном. Добрый день, Ишхан, рад тебя приветствовать. Здравствуй, Россия, я тоже рад тебя видеть, спасибо за приглашение. Ишхан, как бы... Да, пожалуйста. Как бы не хотелось обходить стороной то, что происходят вот эти акции протеста в Армении. Как бы уже считаешь, что пик прошел. Тем не менее, это как некогда сериал «Санта-Барбара». Эти события продолжаются. Все меньше верится в то, что мирный договор будет заключен в этом году. Хотя и в прошлом, и позапрошлом все время говорилось, что к концу года будет подписан мирный договор. Сегодня, кроме того, последние события, значит, в Армении отклонили предложение оппозиции по вводу в недоверие к кабинету министра Пашинян. Значит, оппозиция собиралась в парламенте обсуждать вопрос импичмента премьер-министра. А что ты думаешь по поводу тех протестных акций, которые продолжаются в Армении? И этот человек, Баграт Галстанян, как глашатый новой революции, он продолжает собирать людей и выходить на площади улицы. Спасибо за вопрос. Да, на самом деле, Расим, смотри, это движение, так называемое протестное движение, оно никогда не остановится. Оно не остановится по одной простой причине. Потому что, если будет подписан мирный договор, а этот протест именно против подписания мирного договора. То есть, если Армения и Азербайджан налаживают отношения между собой, начнут уже налаживать отношения, это будет означать, что разрушено все, что дашнаки годами строили в Армии. Десятилетиями вся их деятельность, вся их идеология, даже, господи, вся их ворованные деньги у страны, у народа, их свобода, это все окажется под большим вопросом, понимаешь, в России. И сейчас они не остановятся, потому что дальше у них пути нет. Они не могут просто сидеть и ждать, как их корабль идет ко дну. Они должны что-то предпринять, что-то сделать. Да, они делают очень бездарно, очень, не знаю, через пин-колоду, как говорится. Но это так, потому что ни одного авторитетного деятеля со стороны, со стороны оппозиции, со стороны дашнаков просто нет. Был бы человек, уважаемый человек, я думаю, что они бы собирали намного больше людей, но они никого не соберут, потому что они все такие. Среди их ряда, среди их рядов невозможно кому-то выделить и сказать, вот этот немножко лучше, вот этот хуже. Ну вот попробовали сделать это с церковником, да, потому что в конце концов церковники были, допустим, и остаются авторитетными. Ну то есть они были авторитетом, да, но это тоже не сыграло. Церковники давно замазаны не только в коррупции, не только в противозаконных вещах, но и известно, что они выступают в Армении, церковь выступает против государственности Армении, да, и неоднократно это заявляло, да, то есть там абсолютно нету никаких авторитетов. Но, ну, опять-таки, эти протесты не остановятся, никогда не остановятся. Они будут продолжаться до тех пор, пока, скажем так, там, где тонко не порвется, да, вот до этого они будут пробовать, всяк, всяк пробовать. Они пытаются свергнуть с Пашиняна, предотвратить мирный договор, и у них назад дороги нет. Поэтому вот это шоу Еевань, оно перманентное. У нас будет каждый день в новостях что-то будет этого обязательно касаться. Но это может привести к тому, в конце концов, к тому, что вот события 2018 года могут повториться? Ради меня, события 2018 года невозможно повторить, потому что тогда народ, это было народное желание, а Пашин Никол Пашин просто возглавил это решение, да, а сейчас нету народного, то есть вот этого запроса на революцию, на изменения нету, нету, у народа нету желания привести обратно ко власти всех этих, да, которые... Которые грабили десятилетия. Да, караванский клан, народ этого не хочет, и поэтому народ никогда не поддержит и не свергнет Пашиняна. То есть тут именно вот такая аналогия, она немножко неуместна. Она немножко неуместна, но может произойти другая вещь. Они же, кроме того, что протестуют, они еще вместе с этим и свою туркофобскую пропаганду ведут, что турки, 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 да, и... А это сковывает, это сковывает Пашиняна, Пашинян... Понимаете, Пашинян тоже оказался в тупике, в тупике не только оппозиция, Пашинян тоже в тупике, потому что Пашиняну просто необходим этот мирный договор, это его жизненно важно для него, это реально жизненно важно для его сторонников, для всех. Это жизненно важно, это спасение не только для страны, но и для них. Но для того, чтобы мирный договор подписать с Азербайджаном, надо, чтобы Азербайджан, на Азербайджан, немножко на азербайджанцев немножко по-другому смотрели. Надо, чтобы вот эта махровая туркофобия, она хотя бы перестала быть таковой, хотя бы на верхах власти, да. То есть, понимаешь, да, Расим, то есть, я к чему хочу сказать, что любой иной выход, кроме мирного договора, это смерть. Причем смерть, ну, не физическая, но политическая. И это угроза не только Армении, государственности Армении, но и людям, которые сегодня стоят у руля Армении. Вот им тоже большая угроза. Назад дороги нет, они должны идти к миру. Но к этому миру как они придут? Они придут только уничтожить туркофобию, другого варианта нет. Нет такого варианта, при котором Азербайджан подпишет мирный договор, причем, что в Армении все негативно относятся к нему, да. Это невозможно. Это надо поменять мышление. А как поменять мышление, если этот Азербайджан шатается по городу, и слово турек у него изо рта никогда не выпадает, да. То есть, они подогревают эту туркофобию, оставляют ее активной. Это очень правильный, по их расчету. Их расчет очень правильный, да. И Фашнян его загоняет в тупик. Сейчас он не может ничего сделать без последствий, в смысле, допустим, если он решит заняться Конституцией, да. Сразу скажем, что вот, пожалуйста, это раб Алиева. А завтра, если, допустим, завтра с тем самым Макаром Олег запросит Ереван, половину Еревана, Фашнян отдаст. Да, то есть, вот такие разговоры. Это очень опасная среда, опасная земля, по которой ступает Никол Пашнян. Ну, пускай идет, разуступил, пускай идет. Нароги нет. Единственное, к чему это может привести, если негативно вы говорите, это может долго продолжаться так. Если мирный договор будет, как ты говоришь, будет затянут, подписание мирного договора, если они затянут, это может перерасти в что-то, я слово употребил, да, то порвется там, где тонко, да, они будут вот так утончать, 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 все время искать слабые места, слабые дырки и колоть во все возможные места, да, и все-таки кто-то расколился, понимаешь, потому что этот режим ненормальный режим для страны, для управления страной, это не здравый образ, да, страны, если все время страну вот так держать в виде напряжения, может кто-нибудь, где-нибудь, что-нибудь и получится. Вот на это расчет. В Баку заявляют неоднократно, продолжают, что Азербайджан собирается подписывать договор не с Пашиньяном, а с Арменией, и, естественно, если через пять, скажем, десять лет поменяется власть в Ереване, значит, руководитель государством будет представителем другой партии, то, естественно, вот сейчас говорят, что международные договора, они более как бы влиятельны, чем внутренние законодательства. Ну, завтра опять же сказал, что вот в нашем законодательстве внутри есть такие моменты, аспекты, которые сводят на нет вот этот мирный договор. Поэтому и есть вот такая вот разговоры, требования Азербайджана, чтобы Конституцию поменяли, чтобы не было территориальных претензий к Азербайджану, к Турции. С другой стороны, возникает вопрос, почему до сих пор, значит, оппозиция, в том числе в лице религиозных деятелей, в лице церкви, молчали. Мы ведь знаем, что приходом Пашиньяна в власти отношения с католикозом у него не сложились. И вот эти акции, в которых церковь, ну, в лице Баграта стала вести лидирующую роль, они возникли, вот эти митинги, после того, как Азербайджан и Армения приступили непосредственно к процессу демаркации границы, там, 12 с чемпи километров, на, значит, территории рядом с четырьмя селами. Почему, давай так, Расим, почему они молчали до этого, а сейчас активизировались? Ну, во-первых, я тут вспоминаю речь Роберта Кочаряна в интервью, в котором он говорил, в 21-м году, по-моему, в котором он говорил, что придет решающий момент, и в этот момент процессное движение возглавит один из авторитетных деятелей церкви. Это его прямая цитата с его слов, то есть этот инструмент они припрятали именно до такого момента. Опять-таки, для них это последний момент, последний решающий момент, у них нет шага назад, да, и они должны идти только вперед, они не должны позволить, чтобы мирный договор был подписан, вот этого они хотят предотвратить. Они хотят предотвратить мир с Азербайджаном, как таковой, да, чтобы не мышление, да, чтобы люди не хотели, да, и мира не было, да, ну, то есть войны тоже не будет, но и отношений тоже не будет, да, то есть ноль отношений с Азербайджаном, вот к чему они стремятся. А церковников они вытащили, как последний козырь. Да, еще я хочу дать уточнение по поводу Конституции, это очень интересная коллизия, очень интересная, я все сидел, читал, изучал. В своей преамбуле Конституция написано, Конституция написана, что Конституцию принимает армянский народ, беря в основу заявленные в Декларации независимой ценности. То есть Конституция была написана для того, чтобы вот эти ценности сделать, воплотить в жизнь, да, вот эти все, что там написано в Декларации, да. Но в самой Конституции нет ни одного закона, который касался бы территориальной ценности какого-нибудь соседа. То есть, смотри, обязательным к выполнению являются законы Конституции. С этой точки зрения, если законы чистые, с этой точки зрения опасности нет. Другое дело, что там написано, что Конституция создана, чтобы воплотить в жизнь то, что написано в Декларации о независимости. А Декларация именно по независимости, это по сути не Декларация о независимости, это Декларация о захватничестве, это намерение. Намерение захватиться, то есть, как это, заявление намерение, вот так, да. Вот, и вся Конституция как таковая не может служить инструментом для этих целей. И для того, так и написано, что это для этого создано. Но тут и вообще интересный вопрос. Вот ты сказал, ты упомянул о международных договорах, да. В армянском правовом поле международных договора имеют приоритет над местными законами, но для того, чтобы международный договор был подписан, он не должен противоречить Конституции. Если он противоречит Конституции, никто не имеет права его подписывать. Теперь, если вот в этой логике идти, Никол Почнен не имеет права подписать мирный договор, иначе он создаст, то есть произведет неконституционный акт. Он нарушит Конституцию. А это уже, это уже, нужно будет спокойно оспорить в суде и отозвать. Валерий Майдарасим, это до этого, знаешь, до этого, даже не нужно, чтобы к власти кто-то пришел, власть поменялась. Оппозиция может спокойно опротестовать в Конституционном суде. Конституционный суд очевидно скажет, ну это очевидно скажет, что это противоречит Конституции, этот договор. То есть противоречит тому, что написано в Конституции. Не статьям, а цели. Имеешь в виду мирный договор, да? Да, мирный договор будет противоречить Конституции. А если мирный договор противоречит Конституции, его нельзя, нет закон в Конституции прописан, его нельзя подписывать. Никто не имеет права подписывать международное соглашение, если оно противоречит Конституции. После решения Конституционного суда договор отзовут, и все. Понимаешь, Россия? Для этого даже не нужно дожидаться, чтобы дошнаки вернулись или кто-нибудь сел в власть. Это можно делать сейчас. Как только Никол Почнян это подпишет, он совершит преступление. Сегодня мы, на прошлой неделе, мы слышали заявление специального Еревана, что мы в течение месяца готовы подписать мирный договор. Вот когда мы подпишем мирный договор, а потом мы уже будем вносить, значит, изменения в законодательство. С юридической точки зрения, ну, понимаешь, Россия, там же, у нас же в Армении, это же не политики, там не аналитики, там люди просто, да, которые говорят, да. Но они не вникают в то, что они говорят. Если они подпишут через месяц мирный договор, они совершат антиконституционный акт. Они совершат должностное преступление. Это, понимаешь, да, это преступление. И этот мирный договор будет спокойно отозвлен, потому что это противоконституционный договор в этом случае. Да, будет противоконституционно это все. Его отзовут. Поэтому, поэтому, не надо, не знаю, там, выпендриваться, мы через месяц это сделаем, а потом через два месяца то сделаем. Это не по желанию делается. Есть четкая процедура и логика шагов. Надо этой логики придерживаться. Надо в этой логике все делать, чтобы у вас был успех. У нас Конституция противоречит тому, что будет написано в верном договоре. Наша Конституция в себе содержит понятие Азербайджана, претензии на территорию Азербайджана. И подписывать мирный договор с Азербайджаном, то есть отказываться от территории Азербайджана, противоречит Конституции. Такого этот договор нельзя подписывать. Он будет противозаконен. Поэтому, они должны думать не о том, чтобы через месяц что будет, через два месяца, а о том, чтобы сперва поменять Конституцию, сперва написать по-человечески, там все сделать по-человечески. После уже, когда не будет ничего, одно другому не будет противоречить, тогда уже подписать мирный договор. Но вот это последовательность шагов будет такая, такая должна быть. Иначе мирный договор будет нелегален. Иначе его отзовут, а подписавшие их совершат должностное преступление. Но для того, чтобы внести изменения в Конституцию, это уже референд, какой референдум? Для этого, наверное, могут потребовать все проведения новых выборов в формате? Потому что это уже не зависит только от Пашиня. Нет, ну почему выборов? Нет, Пашиня может. У него в парламенте конституционное большинство, он может это сделать. Ну, в смысле, может инициировать их. И для этого новые выборы не нужны. Он дважды уже, дважды уже, как бы, до срочного выбирался. Если он сейчас, если на новые выборы пойдет, он пересберется еще с большим результатом. Понимаешь, да, у него авторитет, ты не видишь там на этих митингах, сколько человек, сотни человек сегодня из Абваграта ходят. У них авторитет разломался полностью. И картина, которая сегодня есть в национальном собрании, она повторится. То есть именно вот такая приблизительная так, что все же силы останутся у власти. Оппозиция знает, что она проиграет досрочные выборы. Оппозиция не хочет досрочных выборов. Оппозиция просто хочет, чтобы Николай ушел. Вот что хочет оппозиция. А вот сможет ли он инициировать референдум? Я думаю, что да, спокойно сможет, спокойно сможет. Но при вот такой активности, которая на улице, в Ереване, это будет, я не знаю, что-то с чем-то. Это будет новый челлендж. Ну, знаешь, Пашинян полез в пруд, не зная броду. Как говорится, не лез в воду, не зная броду. Он полез в незнакомую себе среду и столкнулся с такими проблемами. Но сейчас уже нужно эту проблему решить. Ну, полез, полез. Да, это единственный шанс вернуться в Армении. Государственность, суверенитет. Единственный шанс, да. И пускай работает. Но главное, чтобы он с мозгами, мозги у него были, чтобы правильно делал, шаги делал правильно. Чтобы он не спотыкался, не совершал каких-то критических ошибок, как танцы в шуше, да, не знаю, там. Вот надо, чтобы он критические ошибки не совершал. А так, очень тяжелая работа его ждет, очень тяжелая. Но, по-любому, невозможно без изменения Конституции, переписки Конституции, заключить мирный договор невозможно. Потому что в Конституции есть статья, 116 статья, третий пункт. Международный договор не может быть подписан, если он противоречит Конституции. Все, на этом точку. Мишка на Монтаре предположит, что за теми процессами, которые происходят сегодня в Армении, они вызваны не только внутренним противостоянием, церкви, диаспоры. Можно ли допустить, что это какие-то центры извне, какие-то страны, мозговые центры действуют? И если так, то кто может за этим стоять? Кому это выгодно? Россия, а какие международные сверхдержавы на протяжении 30 лет курировали Карабасским конфликтом, который так и не выгодит? Какие эти страны? Напомните? Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, сопредседатель. Совершенно верно. Сопредседатели Минской группы, вот это, сопредседатели вот этой Минской банды, они всегда были в этом конфликте, всегда. У них было счастье над этим конфликтом, все проходило через них. И эти сверхмощные страны, которые смогут вытворять все, что угодно, и всем им подчиняются, тем более их тандему всем подчинятся, все. Если эти три страны говорят в один микрофон, все их будут слушать. Вот эти вот гиганты, понимаешь, они не смогли, ну вот не смогли за 30 лет решить вот эту проблему. Ну вот не смогли, понимаешь, не смогли. Вот именно, вот именно. Теперь, когда ты задаешь этот вопрос, ответ на него очевиден. Ответ очевиден. Просто сейчас это все делается в основном активистами от России, потому что Россия географически близко. Россия, мы регион России. Мы были бывшей Россией, Российская империя, потом СССР. Мы являемся полностью под контролем России. Скажем так, в его зоне находимся. В ее зоне. Поэтому у России операторов больше. Поэтому российский... Роберт Кочарем может говорить от имени России. А вот если Роберт Кочарем говорил бы от имени Соединенных Штатов, это было бы смешно, это было бы чуждо, да? Было бы, как это, демократическая страна, и тут такое и такое поддерживает, да? То есть она, с одной стороны, за мир, за все хорошее, против всего плохого, и тут, опа, поддерживает Кочарем. Как это может быть? Нет. Поэтому Россия берет на себя удар. Россия берет на себя удар. Но, опять-таки, я не склонен, и я не буду обвинять, огульно обвинять только Россию. Мы видим, как себя ведут остальные. Вот, знаешь, они напрямую не говорят ничего, но говорят через своих агентов. Там, не знаю, институт геноцида Лемкина. Понимаете? Да, институт геноцида Лемкина осуждает применение силы в отношении протестующих в Армении, причем, при том, что сила вообще не применялась. Дубинных у этих полицейских нет. Дубинных нет. У них, они безоружные стоят, у них только щиты, чтобы прикрываться. Вот, институт Лемкина, вот, понимаешь, да, вот такую вещь сделал, нашел и заявление сделал. Во-первых, какое твое дело? Ты своими делами занимаешься. Это во-первых. Во-вторых, почему нагнетать? Почему говорить, что они не существуют? Вот такие агенты, вот этот институт Лемкина, там, Freedom House, Human Rights Watch, это все лоббистские организации, западные лоббистские организации. Вот они высказываются так, как нужно своим шефам. Вот они не стесняются своих заявлений. Затулин продолжает подливать огня. Ну, Затулин, да, он идеолог. Он идеолог армяно-азербайджанской вражды, армяно-турецкой вражды. Если я скажу, что вся идеология придумана не лично Затулин, но он слишком молод для этого. Он нажился на это очень даже сказочно. Да, он прекрасно разбирается в этой теме, прекрасно разбирается. И, конечно же, он эту тему мог спокойно дополнять. Он очень авторитетный в этих вопросах. Человек компетентный, главное. Он очень компетентный человек. И на сегодня идеологически вся работа идет через Затулин. Уж ему-то не выступать. Человек, который турками пугают хуже, хлеще, чем наша оппозиция. Это естественно, как души растут у кого. Я думаю, что сейчас происходящие в Армении или в Азербайджане события, процессы невозможно на сегодняшний день рассматривать в отдельности от того, что происходит в Грузии. Потому что там тоже сейчас неспокойно. Мы видим, там общество разделилось на как минимум два лагеря в связи с тем, что принят закон о иноагентах, об иностранном влиянии. Сегодня опять бюро парламента приняло просмотрение, утвердило просмотрение в законопроект, касающийся ЛГБТ-пропаганды. И почему я это связываю с Арменией и с Азербайджаном? Потому что Армения сейчас делает крем в сторону Запада, еще больше усиливающийся. И как бы позиции России здесь ослабевают. А то, что происходит в Грузии, можно интерпретировать так, что Москва пытается закрепиться на Южном Кавказе. И поэтому как бы происходит рокировка. Может создаться впечатление, что Запад усилился в Армении. И поэтому как бы ослабевает свою хватку в Грузии. И туда как бы Россия пытается там усилиться. Что ты думаешь об этих процессах? Потому что мы привыкли за последние годы, десятилетия, что Россия как бы группа Армения держит пророссийский курс внешнего политического курса. Грузия шла в сторону Запада. Ну, Россия, понимаешь, Грузия может себе позволить уйти в сторону Запада. У нее есть хотя бы море, чтобы с этим Западом общаться. Армения, она куда? На какой Запад? Она на какой Запад повернется? Куда? Где этот Запад? Покажите. Запад для Армении это Турция. Все. Другого Запада нет. Для того, чтобы Армения стала западной страной, чтобы взяла она курс на Запад, надо в первую очередь нормализовать отношения с Турцией, потому что Турция это Запад для Армении. Да, была Грузия, но Грузия уже как бы уже мы видим, как этот крен уже обратно на Крине откатывается все назад. Россия уже свое влияние потихоньку возвращает Грузию. Хотя, с другой стороны, знаешь, если бы Запад хотел Грузии помочь, я думаю, что он помог бы. Я тебе более скажу, если бы Запад хотел помочь Украине, он помог бы Украине. Не так, как сейчас, а вообще реально помог бы. Я вообще считаю, у меня в мозгах я считаю, что эти большие геополитические игроки, они прекрасно ладят между собой, они умеют находить, они нашли общий язык. Вот та же минская группа тебе пример, да, на Украине они воюют, понимаешь, продают оружие, Запад продают, отдают оружие, чтобы убивали, в России убивали русских, а у нас на Кавказе в Карабахе они единомышленники, они единомышленники. А как так получается? Вот как так получается? Вот вопрос мы задаем, как так случилось, что там они враги, а тут они союзники? А может в целом они союзники? А то, что происходит, это просто нам пыль в глаза? Запад, это разделение условное на Запад, на Россию, на Восток, на то, на все, может это для нас, чтобы мы в это слепо верили и исходили из того, что они говорят. Если они такие противники, почему они не противники по армяно-азербайджанскому треку? Почему они союзники в этом треке? Если они противники, почему вот сегодня, представь, если сегодня в Украине представь, если прекратится война, если просто оружие положено. Но с тем условием, что Россия все, что взяла, остается Россией, все, что не взяла, остается Украине. Ты думаешь, Запад не согласится? Конечно, согласится, они на это подталкивают украинские власти. но как только это случится, допустим, если все, что Россия взяла, останется под Россией, и Запад с этим согласится. Я спрашиваю вопрос, вопрос задаю, почему, зачем России такой подарок? Вы знаете, что Донбасс это богатейшая земля Украины, богатейшая вот этот восток Украины и юг Украины, все эти логистические пути, порты, инфраструктура, это все-все-все-все, это же, не знаю, миллиардов стоит, несметных богатств, это все они оставляют в России, а какого черта? Почему? Они бы могли помочь Украине отбить, реально отбить Россию, привести Россию к границам 1991 года, и сама бедная энергоноситель Европы могла бы сама это все свою пользу, все эти энергоносители, эти богатства, это все могла бы в свою пользу это все использовать, а нет, они собираются подарить это России, а с какой, я вот еще раз спрашиваю, с чего России такой подарок? Почему? Логично, почему они соглашаются на это? На все эти ресурсы оставить Россию? Значит, тут не все так, не все так, как кажется, на первый взгляд, не все так, как нам это показывают. И вот это, я не знаю, я делаю утверждение, это мое личное мнение, можно с этим соглашаться, можно говорить, что я больной, но я считаю, что у Запада и России вот это противостояние, оно наигрывает. На самом деле такого нет, на самом деле есть интересы, интересы, и я думаю, что связи с державой могут между собой договориться, как эти интересы синхронизировать. Да, вот есть синхронизированные интересы, а все остальное это просто пыль в наши глаза, чтобы мы верили, сказать. Ну, мы помним, как в 30-е годы прошлого века позволяли Германии захватывать те или иные, значит, присоединить к себе те или иные территории, и к чему все это привело в итоге. Да, Вторая мировая война тоже очень, знаешь, такая тема. После Второй мировой войны знаешь, что произошло в мире? Расим, знаешь, что произошло? Сказай, что произошло. Какой настоящий реальный итог Второй мировой войны? Доллар стал международной валютой. Весь мир был залит долларами. Это все было сделано во время войны. Это все было, это все сделали Соединенные Штаты, напичкая так называемым лизингом, лизингом, помогая, 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 насыщая все американским. Ленд-лиз. Ленд-лиз, да. Потом за эти деньги, потом, потом надо было эти деньги воззываться. То есть, таким образом, они использовали эту войну для того, чтобы доллар стал мировой валютой. Вот, вот, единственное, главное следствие. А ты посмотри, там, в 35-м году был доллар мировой валютой? Нет. А сейчас стал. А ой, а как так? А, после войны так стало. То есть, главный, основной, выгодопредотелитель от Второй мировой войны это Соединенные Штаты Америки. Они победили. Их деньги, а ты знаешь, что все решает деньги, даже войны из-за денег. После этой войны их деньги появились у всех, из-за международной валюты. И все уже начали считать в долларах. Все уже начали сопоставлять с долларами. Курсы были по доллару рассчитывались уже. Все. Понимаешь, да? Вот, вот какую выгоду они получили. Теперь, когда ты знаешь такие факты, когда видишь такие очевидные вещи, становится уже, мало верится уже в то, что они, это их противостояние искреннее. Нет, это, я считаю, мое личное мнение, опять-таки повторяюсь, никто не обязан с этим соглашаться, но я в это их глобальное противостояние не верю. Они заодно, они в одной лодке плывут по нашим головам. Понятно. Спасибо тебе большое. Значит, как ты говоришь, еще долго мы будем в новостях читать о том, что Баграт выводит как бы своих сторонников на митинге. Да, да, будем долго, будем долго, перманентно. Перманентно. Еще, знаешь, этот этап, в принципе, то, что между Баку и Ереваном идут, какие, значит, переговоры, остается догадываться. Первый раз мы увидели реальные, значит, результаты 7 декабря прошлого года, когда отменялись военнослужащими и, значит, поддержали друг друга на дипломатическом уровне. Потом было заявление о том, что возвращают 4 села. Будем ждать, значит, очередного заявления. Я думаю, что эти переговоры и условия обговариваются в работе комиссии по делимитации и демаркации, потому что представители правительства и государств встречаются и лишних заявлений не бывает, но потом как бы бывает объявление двух сторон. И вот сейчас остается гадать после определения вот этой демаркации границы, как будет дальше действовать. Посмотрим. Выстроены, понимаешь, Расим, сделана огромная работа, уже сделана. Они вместе, совместно работают государственные органы Армении и Азербайджана. Более того, не то, чтобы работают, они дают результат, положительный результат. И действительно, я тоже очень надеюсь, что какая-то внутренняя работа все-таки идет, потому что было бы совершенно чудовищно, если все, что они сделали до сих пор, чтобы это все оставили и вернулись к своей старой логике обоедной конфронтации. Дай Бог, это тоже была игра на публику, это все, на самом деле внутри тайно может быть, они и работают. Да, потому что мы видели, что Запад заявлял в рамках своих патриотических усилий, что необходимо сначала подписать мирную договор, а потом уже решать другие вопросы. Россия же противостояла, что сначала делимитация всей границы и только потом мирная договора. но мы видим, как-то поэтапно процессы идут. Да, идут и не нам указывать, как нам быть, я так думаю, что мы сами должны решить. Вот здесь комиссии работают, если эти комиссии найдут поочередных шагов, пускай решает комиссия в целях достижения цели, достижения результата. Эти шаги это не мы должны решать, и не Америка, и не Россия, никто. Люди, которые работают вместе, должны решать сперва вот это, потом это, потом это, потом это. Вот пускай решают. Еще есть вот такие мнения экспертные, что подведение Баграта постоянно как бы наносит туда по имиджу церкви. И есть еще такие, значит, что он, как полк, он раскрывает все, значит, протестные силы, как бы облегчает работу Пашинянов в выявлении вот именно тех сил, которые реально против. И возможно, это работает на руку правительства. Пашинянов определенно свои выгоды от этого имеет, определенно, потому что где еще можно было этих всех увидеть в одном месте, да, они выпозли из своих нор, еще выползут, не все еще не выползли, еще выползут, то есть еще люди появятся обязательно, заявят о себе, но с другой стороны, да, удар по церкви, по авторитете церкви уже нанесен, церкви причинен уже непоправимый ущерб, эти же все слова про налогообложение церкви, вот это вот все про пересмотр отношений, это же не просто слова, да, если люди заявили об этом, значит люди уже возможно думают на этот счет и возможно даже что-то предпримут, поэтому авторитет церкви разбит в Армении, полностью разбит, уничтожен, да, это самое, силами вот этого Баграта, ну и такого, как он, таких как он, вот католикос тоже ничем не отличается от Баграта, они сами дискредитировали вот этот институт армянскую церковь, сами, своими руками, сами служители церкви, потому что из... Можно допустить, что Баграт это джокер Пашинян? Джокер Пашиняна в каком смысле? Ну в том, чтобы вот как Баграт вышел на эти самые митинги, Пашинян применил уже как-то законодательные санкции в отношении церкви? Ну Пашинян Пашинян это обязательно предпримет, потому что уже поднимается общественный запрос на это, а вот является ли он джокером, Пашиняна? Нет, между ними связи нет и не может быть, но он может умело воспользоваться ситуацией, он может все перевернуть в сторону, главный, чтобы он не сидел пеньком, а работал. Спасибо тебе большое, Ишхан, за беседу. Тебе тоже спасибо за приглашение в Россию, всегда раз с тобой побеседовать. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с армянским блогером, активистом Ишхана Ирдянова на моем опустом YouTube-канале «Современный разговор с Россиным Бабаем». Спасибо тебе, Ишхан, до новых встреч. И будем, надеюсь, будем обсуждать более-таки уже прогрессивные вопросы и более-таки положительные. Удачи!